Доброго времени суток, друзья! У меня сегодня для вас продукция компании Skylar. Это усилитель статус 4-х канальный 4 по 200. Соответственно, он широкополосный. Вот здесь вот, кто его делает, написано. Юридический адрес, поставщик, импортер и так далее. Вот здесь вот снизу характеристики и размеры. От 9 вольт работает даже усилитель. То есть ниже 9, скорее всего, уйдет в защиту. В 2 ома при 14,4 вольтах он у нас отдаст 4 по 300. В 4 ома отдаст 4 по 200. Также можно подключить мостами. 2 моста будет у него по 600 ватт. Естественно, 4 ома на мост. Частотный диапазон стандартный. Есть 2 фильтра. Фильтр высоких частот и фильтр низких частот. Соответственно, фильтр высоких частот от 10 Гц до 8 кГц имеет регулировку. Фильтр низких частот от 40 Гц до 8 кГц имеет регулировку. Есть еще буст 12 дБ. Ну и размеры усилителя 270 на 200 на 52 мм. Очень компактный. В комплекте с усилителем идет регулятор. Непростой такой, я бы сказал, регулятор. Skylar тоже не остаются в стороне. Делают вещи. Индикация включения, индикация защиты, индикация клипа. Здесь вольтаж. Регулировка плавная, без щелчков. Мягенькая такая, фрезерованный, красивый алюминий. Также в комплекте кабель для него. Четыре предохранителя по 30 Ампер. Два шестигранника и четыре самореза для крепления усилителя. Внутри в пакете с усилителем лежит инструкция и гарантийный талон. Инструкция идет на два усилителя. Четыре по 150 и четыре по 200. В принципе, тут все то же самое повторено, что на коробке. Есть еще полностью описание всех крутилок. Если вы совсем новичок, читайте обязательно. Есть схема подключения. Как что, куда подключать. Как подключить мостом, как подключить поканально. Еще одна схема подключения. Также последовательное подключение динамиков есть. Способы коммутации динамиков и сабвуферов. Параллельное соединение динамиков. Все, что я вам постоянно твержу и повторяю, вот здесь есть в книжке. Просто нужно почитать. Также есть возможные неисправности и решения. Производитель об этом позаботился. Читаете, смотрите, что может произойти. Исправляете. Контроль качества, то есть усилитель проверен. Гарантийная наклеечка с датой производства. Произведен усилитель в мае 2024 года. Здесь никаких вентиляторов нету снизу. Прикручена крышка на 6 винтов. Вот так вот выглядит усилитель. Черненький, красивый. Стройный такой. Мне нравятся такие вещи. Вроде бы не яркий такой. Глаза не бросается, но тем не менее стильный очень. Первое сразу, что хочется отметить, на что хочется, так сказать, обратить ваше внимание. Здесь эти колпачки. Я их, в принципе, не понимаю, зачем они. Усилитель идет в упаковке. Но для многих это, наверное, важно. Для кого-то, я думаю, это важно. То есть отверстие вот это закрыто, и туда никакой мусор не попадет. Что хочу отметить. Здесь прижимные разъемы. Разъемы, то есть они закручены на гайку. Это очень надежно. С такими разъемами никогда не бывает проблем. То есть у вас скорее отломается ваше рца тюльпан, который вы сюда вставите, чем вы разломаете вот это гнездо. То есть усилитель спроектирован на пользование долговременное. Индикаторов здесь четыре. Есть индикатор включения зеленый. Красный это индикатор защиты. И индикатор клипа. На третий, четвертый и на первый, второй каналы два индикатора своих. То есть можно по-разному это все отслеживать, настраивать именно по индикаторам, если вам так удобно. И наслаждаться звучанием. Вот они бас-бусты. От 0 до 12 дБ. Произведитель позаботился о том, что они стоят в 0. Low-pass фильтр. И рядом кнопочка, которой мы можем включить X10. Если он нажат, то будет от 400 Гц до 8 кГц регулировка. И если он отжат, то будет X1 соответственно от 40 Гц до 800 Гц. Что верхний, что нижний. Дальше идет переключатель кроссовера. То есть мы можем его включить влево, вправо и посередине. Посередине фильтрация будет отключена. Написано Full. Влево, если мы включим, будет включен фильтр Low-pass. Фильтр низких частот. Но также будет включен и High-pass фильтр. То есть фильтр высоких частот. Соответственно вы можете регулировать и этот, и этот регулятор. И у вас все будет работать. Такие фильтры используют для сабвуферов, и для басовых динамиков, и для среднечастотников. Для высокочастотных динамиков или твиттеров, как их по-другому называют. Включают только вот такой вот фильтр. HPF. То есть фильтр высоких частот. Low-pass фильтр не задействует. На фильтр высоких частот. Также есть кнопка X1, X10. Вы можете включить или можете отключить. При включенном умножителе будет от 100 Гц до 8 кГц. Фильтрация регулироваться при отжатой кнопке, то есть отключенном умножителе, будет X1. То есть от 10 Гц до 800 Гц. Соответственно можно настроить и сабвуфер, и мидбас, и твиттер, и вообще все что угодно. Ну и соответственно два регулятора гейна. Верхний и нижний. Соответственно на 1, 2, 3, 4 каналы тоже присутствуют. Со стороны подключения силовых и акустических кабелей. Здесь вот такие вот разъемчики, ребята. Здесь под 0 Гц. То есть 55-60 квадратов спокойно сюда залезет. Можно постараться конечно и 70-ку запихнуть, но я думаю ни к чему. Рем где-то под 8 квадратов. Акустический также под 8 квадратных миллиметров примерно. Все винты под шестигранник. Шестигранник идут в комплектах. Также все подписано. Минус, рем, плюс. Схематически отображено какой провод куда подключают. То есть плюс-минус, плюс-минус или плюс и минус по краям, если вам нужен мостовой режим. Давайте его включим, понастраиваем фильтры. Я подключу к нему среднечастотники и твиттеры. Проверим как он работает. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok